Тимати в отделе полиции. Туда музыканта вызвали, чтобы он дал показания по делу о концерте на крыше внедорожника. Вместе с Егором Кридом Тимати устроил шоу в самом центре столицы. Но радовались только подростки, для которых появилось бесплатное развлечение. Для всех остальных случился транспортный коллапс. Улица оказалась перекрыта, движение парализовано. К чему приведут уличные импровизации, разбирался Иван Литомин. Эти кадры из Тверского отдела полиции в инстаграме Тимура Юнусова, известного рэпера Тимати, появились накануне вечером. В руках уведомления о том, что в отношении него и его товарища по Black Star Егора Крида начата проверка. Правоохранители ищут в действиях двух популярных артистов хулиганство. А все дело вот в этих танцах на крыше Гелендвагена. Своим импровизированным концертом селебрити хип-коп культуры парализовали движение на Большой Дмитровке в Москве. Топ у фанатов, громкая музыка, песни с крепким словцом. Флэш-моб на Большой Дмитровке по некоторым подсчетам собрал от 500 до 1000 поклонников. Тимати в принципе любит быть в центре внимания. Вот, например, на глазах у десятка фанов Тимур ест мороженое. У нас реально самое вкусное мороженое в городе. А вот вручает одному из поклонников черный Гелендваген. Его артист разыграл в своем инстаграме. Алексей, поздравляю, рад познакомиться. Ключи в машине, документы в бардачке. К слову, скандалы с Тимати тоже происходят довольно часто. Так, например, предположительно его. Гелендвагены вольготно покатались по пешеходным дорожкам аэропорта Шереметьево. А после один из черных мерседесов попал в ДТП на Мытной улице. Столкновение с такси привело к возгоранию внедорожника. В сети также появилась информация, что Гелендваген принадлежит охране Тимати. Сам рэпер от комментариев по поводу сгоревшего мерседеса решил тогда воздержаться. Возможно, хотел промолчать и сейчас. Но информация о проверке уличного концерта на Большой Дмитровке просочилась в СМИ. Замять ситуацию Тимати не смог. ОВД Большая Дмитровка. Салют. Не понимаю СМИ и статьи о 15 сутках. Вы то ли с законодательством не знакомы, либо вам писать не о чем. А вот юристы журналистов понимают. Если общественное мероприятие проведено, разрешение не получено, то в этом случае может быть применено наказание, в том числе до 15 суток. Действия Тимати, вероятно, не привлекли бы столько внимания, если бы не перекрытое движение в самом центре столицы. Ведь гремят же песни других. Рэпер Нойс, например, довольно часто выступает на Арбате. Охота прыгнуть в толпу, чтобы она поймала. И как-то селфи прокачивала по всему залу. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров устроил подобный флешмоб на Невском проспекте. И до Капотни гуляют стаи всяких тань и кать. Подходим, кидаем денежку, что стоим. Борис Гребенщиков вместе со своим аквариумом вышел, что называется, в народ на пешеходной улице в Таллине. Есть очень яркие зарубежные примеры, но и они стихийные концерты устраивают в пешеходных зонах. Так, например, стинг своего англичанина спел в самом центре Нью-Йорка. На центральной площади, на Манхетане, это не привело к перекрытию улиц и не мешает гражданам. То есть, все это отлично. Как будут квалифицировать действия рэперов полиции, покажут результаты проверки. А пока Тимур Юнусов вызван в Дверской отдел МВД для полноценного разбора флэш-моба и дачи объяснений. Иван Литомин, Михаил Викулин и Всеволод Лугин. Вести. Тежурная часть. Субтитры создавал DimaTorzok